Приветствую всех, с вами Extreme Angel. Что-то я затормозил с прохождением кампании. В этот раз я решил пройти миссию Оазис. У меня накопилось прилично очков исследования. И поскольку на этой карте нам потребуется строить много домов, а зомби не будут раньше намеченного времени, то стоит взять технологии, позволяющие нам улучшить экономику и оборону. Для большого поселения стоит взять магазин для снижения потребления еды. В принципе, его стоило уже взять давно, но до этого как-то не было такой необходимости. Ну а поскольку нефть встречается на каждой карте, а инженерию я уже изучил, то башни исполнитель будут как раз кстати. Особенно, когда до них добраться дешевле, чем до Люциферов, и они не требуют содержания в виде нефти. Ну и еще я взял каменные башни и бонус прочности каменных стен. Если башни можно не строить, если вы не планируете туда засаживать солдат, то стены в любой миссии будут. Собственно, показывать-то особо и нечего. Зомби отсутствуют. Строй себе спокойно поселение до 48 дня. Зная, как долго добывается камень и сколько стен придется строить, я как можно раньше строю каменоломню. И как только камня становится много на складах, я трачу его на строительство каменных стен. С самого начала вам стоит сосредоточиться на увеличении дохода золота для улучшения технологий и строительства. Потом сосредоточьтесь на камне, причем постарайтесь задействовать все доступные жилы. Ну и стройте стены по периметру в три ряда. Как только с этим разобрались, дальше сосредоточьтесь на железе и нефти для башен. Я же еще построил люциферов и немного солдат. В принципе, у вас 60 дней для победы и 48 для подготовки к волне. Если вы не набрали нужное количество поселенцев, то в оставшиеся 12 дней вы сможете их достроить. И вот волна уже близко, и тут вы понимаете, что оборона есть не везде, а ресурсов не хватает. Что ж, люциферы должны заткнуть дыры в проломленных стенах. Итак, если вы следовали всем советам стратега экстрима и решили, что количество жителей вы сможете достроить до нужного числа после финальной волны, то будьте уверены, что вы с треском проиграете. Почему? Потому что именно так и случилось в моем случае. Нехватка ресурсов и нехватка электроэнергии просто создали коллапс в моей обороне, и как я ни старался, но зомби съели мое поселение. Что делать дальше? Правильно, учиться на ошибках великого стратега экстрима. У меня даже в голове возник такой стих. «Оазис был так прост. Казалось, строить то да сё, дома, солдат. Но в день последний оказалось, что стоит заново начать». Итак, начинаю заново. Я обдумал свою игру и понял, что моей проблемой стало малое количество жителей, а дохода золота было ровно таким, какой нужен был для строительства зданий, но не на торг ресурсами. Поэтому в этот раз я решаю застроить домами практически всю левую часть карты, а фермами и ветряками правую сторону. В этот раз мой доход очень существенный, и я смог построить намного сильнее оборону, чем ранее. К сожалению, я начал игру, не обратив внимания на сложность, которую я менял для просмотра изменения уровня сложности, и вторая игра была на 100%. В отличие от 800%, волна придёт не на 48-й день, а на 60-й день. А временное выполнение миссии дают не 60, а 75 дней. Впрочем, я решил играть так, как будто бы волна придёт к 48-му дню, чтобы увидеть, что же можно построить за этот срок. И знаете что? Мне кажется, что в 48-м день вполне возможно создать мощную оборону без строительства юнитов вообще. Из моего поселения можно увидеть, что к 48-му дню я выполнил задачу с жителями, и на каждой из сторон находится приличное количество башен. Впрочем, поскольку мне ещё оставалось ждать 12 дней, то от нечего делать, я просто улучшал ветряки, улучшал дома и строил новые пушки. Стоит ли говорить, что в финальной волне некоторые зомби вообще не добегали до стен, а некоторые смогли уничтожить только один участок стены. В общем, прииграть при таком раскладе было невозможно. Ну а на этом у меня всё. С вами был великий стратег Extreme Angel. Оставляйте свои комментарии по поводу такого формата видео. Если вы пропустили предыдущее видео прохождения карты Тюрьма, то рекомендую его посмотреть. Ставьте лайки, если понравился такой формат, чтобы я мог понять, востребован он или стоит забить. Ну и собственно, на этом всё. Всем пока!